Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, международная организация уголовной полиции Интерпол объявила о запуске собственной метавселенной. Это будет первое виртуальное пространство, разработанное для правоохранительных органов во всем мире. Метавселенная Интерпола позволит зарегистрированным пользователям посетить платформу и совершать экскурсию по виртуальным версиям штаб-квартиры Интерпола во французском городе Лион. И основная миссия метавселенной Интерпола – это знакомить и обучать студентов-новобранцев. Еще это поможет разным отделениям организаций поддерживать общение и совместную работу. Кроме того, Интерпол сообщил о планах по созданию подразделения, которое будет заниматься с борьбой с криптовалютной преступностью. Также еще одна новость – Гонконг может разрешить розничным инвесторам торговать цифровыми активами. Так, комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга наращивает влияние государства как криптовалютного центра в Азии и намерена привлечь больше криптоинвесторов и стартапов в регион. Гонконг может предоставить собственный законопроект о регулировании криптовалют, который будет отличаться от китайского. Это продемонстрирует, насколько Гонконг отделен от материка. Напомним, что за последние 4 года Гонконг существенно ограничил торговлю криптовалютами на централизованных биржах для профессиональных инвесторов. Также требования к розничным инвесторам претерпели изменения. И сейчас комиссия пересмотрела правила, которые разрешают розничным инвесторам инвестировать в биржевые фонды ETF, связанные с криптовалютами. Еще одна новость. Кристина Лагард говорит, что цифровой евро должен быть совместим с другими цифровыми валютами от центральных банков. И она говорит, что начался второй год активных исследований, связанных с цифровым евро. Сейчас регулятор изучает варианты дизайна и распространения. Лагард отмечает, что цифровая валюта не станет заменой обычных денег, а будет лишь дополнением главной континентальной валюте. Текущая фаза исследований должна продлиться до октября 2023 года. И основной задачей цифрового евро будет состоять в том, чтобы с его помощью можно было проводить внутренние платежи и расчеты на территории Евросоюза. А иностранным пользователям доступ к внутренней розничной CBDC может быть предоставлен на определенных условиях, отмечает Лагард. Также еще соучредитель Полкодот Говен Вуд говорит «Я устал, я ухожу» и уходит с поста генерального директора Парити. Это компания-разработчик экосистемы Полкодот. Вуд останется акционером компании и займет должность главного архитектора, где его внимание переключится на разработку и содействие массовым внедрением технологии веб-3. В своей новой роли Вуд сказал, что внесет свой вклад в создание Полкодот, а также веб-3, который более актуален для широких слоев населения. Также я хочу пройтись по новостям с Твиттера. Так, Криптокит пишет, что новые исследования показывают, что 77% сальвадорцев хотят, чтобы президент Сальвадора Найбекеля немедленно прекратил покупать биткоин. И по его мнению, ни одно правительство официально не покупает биткоин, за исключением коррумпированного Сальвадора, в котором они почти обанкротились. Биткоин принес стране позор, рекордный низкий уровень туризма и рекордное падение ВВП. Давайте смотреть на факты, говорит он, а не на бред биткоин-максималистов. А от себя я хочу сказать, что президенту Сальвадора всего лишь навсего нужно продержаться до нового бычьего рынка по биткоину, и тогда он победит. Но как мы знаем, люди нетерпеливы, и мы вполне можем увидеть, как его сместят с поста президента прямо перед началом роста биткоина. Также еще аналитик Кредибл Булл пишет на пост о том, что биткоин ждут на уровне 10 тысяч долларов в 2024 или 2025 году, отвечает, что я согласен с этим, я думаю, что это будет в 2025 году. Во-первых, новые вершины по биткоину я ожидаю уже в 2023 году. Это срыв верхней пятой волны выше 100 тысяч долларов за один биткоин, за которым последует крупнейший медвежий рынок, который мы когда-либо видели, который хуже текущего как по времени, так и по цене, и приведет он нас к 10-14 тысячам долларов, которые так все ждут на данный момент. Пользователь Emily пишет, что люди теперь пытаются купить одну десятую биткоина, вместо того, чтобы покупать целый биткоин или даже больше. Скоро эти люди будут делать то же самое и с XRP. Покупайте сейчас, или плачьте потом. Пользователь OnTheMoon считает, что даже если мы выйдем на Луну, рискнете ли вы продать всю свою криптовалюту в умирающую фиатную систему, которая обесценится очень быстро. И он пишет, как я уже говорил, я даже не прикасаюсь ни к одному активу, пока не увижу своего соседа с цифровым кошельком. Пользователь Robert Ard считает, что совершенство это ложь, поймать точные вершины и основания практически нереально. Диверсификация и средняя стоимость доллара с равными суммами после крупных крахов. И как только вы покупаете криптовалюту, нужно игнорировать дальнейшие провалы, а как только вы продаете криптовалюту, нужно игнорировать дальнейшие пампы. И если у вас нет стратегии фиксации прибыли, когда рынки растут, обязательно создайте ее, особенно если вы не умеете читать графики. И в заключении видео, после того, как СЭК представила речь Хинмана, многие вдруг почувствовали, что их портфель XRP недостаточно большой. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok